Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об эмигрантах, о том, как живется новым переезжим в Турции, как живется старым, что меняется в Анталии, в Турции, в общем, обо всем. С вас обязательно лайки, подписка, обязательно, кстати, подписывайтесь, у нас очень много полезной информации о жизни и об отдыхе в Турции. Начнем с того, что сейчас очень много людей переезжают в Анталию и в Аланию, мне кажется, основная часть переезжает. В Стамбул тоже переезжают, естественно, но, судя по ценам на рынке недвижимости, в Стамбул переезжают как-то меньше, потому что там цены на недвижимость подешевле, нежели в Анталии. Там людям сказали, что тяжело в НЖ получить. В Анталии тоже тяжело в НЖ получить, но мы сейчас еще с вами об этом поговорим. Вот, и почему-то такие бешеные, сейчас покажу даже, не хочу, я в прошлый раз вам говорила, не хочу показывать цены, потому что они бешено растут. Мы когда, сколько, месяц назад искали жилье, я думала, что за цены, о боже, а сейчас что за цены, там вообще просто смешно. Которая там сняла квартиру за 30 тысяч? Нет. А, да, и вот у таких есть, у риэлторов такие, типа, ну вот у нас сделка за 6 месяцев, люди сняли квартиру за 30 тысяч лир в месяц. Плюс два депозита. Да, плюс два депозита, плюс три комиссии какие-то, да. И там 226 тысяч турецких лир. Да, короче, да, по-моему, даже там 300, нет? Нет, 226. Да? Ну ладно, короче, из-за таких потом и поднимаются цены, которые, типа, нам за 2 тысячи долларов жилье и уезжают в задницу куда-то 2 тысячи долларов. Раньше, мне кажется, самое обалденное в самом хорошем районе стоило буквально месяц назад, можно даже сказать. Сейчас откроем сайт Сахибенден, мы всегда здесь смотрим объявления, это типа российского авито. Ну, в общем, там все б.у. и недвижимость есть. Все-все было. И недвижимость есть как новая, и так было, ну, типа, от собственника переводится в Сахибенден. Ну, я вам просто покажу цены в Анталии, даже не буду съемку экрана делать. Денис, может, как-нибудь там мой оператор. Ничего себе, да лучше делать тогда. Нет, нет, нет. Я так не хочу, я просто вот по ценам. Так, где мы живем, я показывать не буду. Кстати, вообще нереальное количество... Не, сейчас, ладно. Давай, договори, что ты. Ну, ладно. Да я хотела показать цену, ладно, расскажу, пока вспомнила. Нереальное количество мигрантов просто, ну, бешено. Я не знаю, как это, никогда тут такого не было. И в нашем турецком районе, где мы жили практически одни, там, русских раз в месяц видели, русскоговорящих СНГ. В общем, вы меня поняли. А сейчас просто ты идешь в парк и... Как будто это не турецкий парк, а русский. Как будто это, да, теперь русский район. Процентов 70 реально от русских ходишь. А причем это у нас турецкий район. Особенно детские площадки видно, да. У нас не Каньялты и там не Лара. Ну да, ну, это мы уже рассказывали. И что вот касается местных жителей. И, конечно же, они на улице никак не реагируют, в принципе, на тебя. Кроме того, что ты проходишь, и они говорят, ебанжи, там, иностранец, да, или иммигрант, как это переводится дословно. Вот. Это, конечно, не очень приятно, но жить можно. Но своим, я думаю, никогда не станешь, потому что... Потому что... Ну, мне кажется, можно стать своим в смешанном браке. Это намного легче сделать. Вот. Совет от Настя. Смешивайте браки. Сейчас, подожди, две секунды, еще дорасскажу. И что касается так... Чего я хотела сказать? Да, я знаю. И что касается вообще как отношения, в Каньялты какая-то была, район в Анталии, такая междоусобица вроде мне рассказывали. Не знаю, насколько это правда, нет, но думаю, вполне возможно. К чему я это все рассказывал? Цены ужасно растут. Я не знаю, наверное, уже на ноль выросли буквально за последние полгода, да? То есть на десять можно умножить. Раньше можно было снять квартиру за две тысячи, буквально полгода назад, да, наверное? Ну, даже за полтора года, наверное, выросли цены. А сейчас, за милую душу просто. Двуличные риэлторы издают и продают в Кипезе. Раньше они такие, типа, мы занимаемся только коньялты арендой. Ну, не выгодно было. А сейчас им теперь все выгодно. Действительно, меня так смотрят. Так что сейчас риэлторы занимаются всем. А, кстати, ну я уже говорила в предыдущих видео, у нас есть полностью бесплатный чек-лист, который продают блогеры за деньги. У нас есть полностью видео о переезде, что вам нужно сделать до, что нужно во время сделать полностью, как снять квартиру, как сделать так, чтобы вас не обманули. В общем, полностью-полностью. Недели три назад, да? Было и называется видео... Забыла, как называется. Ну, у нас есть ссылка. Не, я не вставлю, потому что я всегда обещаю, не вставляю, забываю. Называется... А, не переезжайте в Турцию, пока не посмотрите это видео. Вот, на аватарке написано. Ну, цены вот, где раньше были, допустим, там по три тысячи, по четыре, сейчас по пятнадцать, по двенадцать. И это Кипез, это, ну, как бы считается, ну, просто далекий. Видно с фокусированием? Ну, людям-то не видно, где море находится. Ну. В том-то и сути, что море даже не видно. Так, это у нас что? Ну, как бы там тоже есть неплохие... Это Культура Мухаля, кстати. Ну, да, неплохое. Да, считается, это хороший район достаточно. Так что... Ну, к тому, что цены вообще... Ну, в общем, вообще... Раньше можно было... Ну, ладно, какая разница? Сейчас за 15 тысяч лир где-то далеко-далеко убогая квартира с мебелью. Но самое, что интересно, если там, видите, такие сверхнизкие цены, типа, за семь, за восемь, тысячи, вы там особо не ведитесь. Во-первых, смотрите дату публикации. Ну, да, скорее всего, это такие фейковые объявления, типа, вы звоните, они такие, ой, а у нас эту квартиру сняли прямо вот только что. Да, типа, вчера, сегодня сняли. Вот это вот прямо сколько раз уже звонили. Это раз. А во-вторых, что-то я еще хотел сказать. Вот Астина меня смотрит и перебивает. Я еще не перебила. Ну, ладно, давай продолжай. Посмотреть можете квартиры сами на сайте Сахибинден. Там все равно будет все через риэлторов. В прошлом видео тоже советовала человека, через которого мы искали. Он адвокат русскоговорящий. То есть, он может за вас. Вы можете сами на сайте Сахибинден выбрать квартиры, скинуть. Но виду иметь, это надо сделать очень быстро, потому что, ну как, выбирать, звонить, смотреть, брать, не брать, сразу решать, потому что квартиры очень быстро разлетаются. Вот. То есть, ну, нет такой возможности, типа, я посмотрю, потом через неделю еще я посмотрю, я просто не буду. Мне больше нравится, пишут, мы там через три недели это приедем, вы нам пока квартиру подыщите. Ребят, тут никто три недели квартиру ждать не будет. Там, скорее всего, она уйдет прям буквально за неделю. Даже если там какая-нибудь плохая, ее все равно кто-нибудь доснимет. Да, сейчас такой позор. Все сдают, снимают. Ну, как бы безысходность. Спрос есть, ну, есть спрос, есть предложение, а цены увеличиваются. И что я хотела сказать, вот, я договорюсь сейчас. А я с тоже вспомнил. Нет, ну подожди. Вот, этот человек, с которым мы искали квартиру себе, сейчас мы не нашли в итоге, потому что решили подождать, а вдруг цены с ней не дождятся, но мы сейчас все равно еще будем искать. Он адвокат турецкий, говорит на русском. И на турецком. Он может, то есть у них фирма, они прозванивают за вас, говорят по-турецки, все квартиры, могут съездить с вами посмотреть квартиру, проверить правильность сделки. Очень важно, чтобы был хозяин, потому что вы нотариально заверивали этот договор с нотариусом, чтобы вам потом дали ВНЖ. Потому что многие снимают квартиру, отдают деньги, им потом не дают ВНЖ, потому что они не могут найти хозяина и нотариально заверить. А самое интересное, они могут за полгода, за год дать, да? А документы не проверят и по факту деньги уже не вернут. Ну да, сейчас очень часто такая практика, ну, постоянно сейчас практически просят за, ну, не за месяц вперед и плюс депозит, а просят там за полгода, за год. Ну, как бы, мне кажется, тут две стороны виноваты, что иностранцы иногда, я слышала, кто вот, когда весной была волна, вот тоже эмигрантов, многие уезжали, не платили за квартиры, вот. Мне кажется, тут немножко по-другому, потому что вот у меня деньги есть, на, бери, 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 бери. Ну да, и другие со стороны просто, как со стороны хозяев, это как бы выгодно сейчас, пока она на пике цена, все равно потом спрос упадет, эмигранты закончатся рано или поздно, потом уже за такую цену не сдашь, а у них за полгода, за год вперед уже заплачено. В общем, квартира нормальная, где-то в Анталии, наверное, 15 тысяч лир, да, с мебелью, ну, как, это далеко-далеко. На самом деле надо искать, вот сейчас Натя сама говорит, но напугает, на самом деле надо искать, потому что бывает, что мы за 10, мы же за 8, за 8 был хороший вариант, 1 плюс 1, прям расскажу эту историю. В общем, был хороший вариант, Мелтэмми, 1 плюс 1, но людям она чем-то не понравилась, по-моему, там не слишком роскошно, я так понял, на их вкус. Вот поездили по другим квартирам, поняли, что за эти деньги ничего подобного не найдут, приехали, типа, хотим снять Мелтэмми, говорят, все, ребята, уже квартиры нету, буквально в течение 2-3 часов, так что как бы тоже нету, вот так вот, Наська тут это, не хозяйничала. Да, восстанавливала своего паука. И я смотрю варианты про Стамбул, как бы нам в Стамбул не вариант ехать, то, что у нас тут ВНЖ до февраля, там придется заново оформлять, а сейчас очень много отказов и в Анталии, и в Стамбуле, и везде, и даже люди заезжают в какие-то деревушки по морю, все равно много отказов, и поэтому мы сидим пока здесь, да, вот, в Стамбуле намного дешевле, ну, то есть процентов на 30 где-то жилье дешевле, аналогичное, ну, конечно, не прям в центре-центре, ну, так вот, собственно, опять вывод такой же, если кто-то хочет подешевле, можно посмотреть в других городах, ни в Анталии, ни в Алании, ну, в Стамбуле я бы в Стамбуле посмотрела бы, в Измире есть еще, еще есть куча других городов, там, в Денизле, нет, не, как этот район назывался, в Денизле, по-моему, город? Куча городов, везде, в Турции огромная, на самом деле, есть очень много городов, куда поехать, есть квартиры за 3000 лир, офигенные, такие секси были прям, да, там прям они новые, ну, как и здесь, раньше было, как здесь за пятнашку, короче, нет, здесь за пятнашку, за 20 сейчас такая, да, ну, такой же бассейн был, там, квартира внутри такая ухоженная, ну, там, наверное, один плюс один разве что? Есть куча городов, Измир, говорят, в Измире тоже что-то дороговато, ну, конечно, все равно едут, но не в таком количестве, как в Анталию, я не знаю, почему все едут в Анталию, при том, что тут, ну, не знаю, в Стамбуле, по-моему, повеселее. Потому что песенки есть про Анталию, я еду в Анталию. Все, дальше, дальше пи-пи-пи. Еще такой, конечно же, минус то, что можно приехать, снять квартиру за полгода, на год, и потом вам не дадут ВНЖ, и все эти деньги полетят, поэтому всегда сохраняйте какие-то деньги на обратный билет, не знаю, в какую-то еще страну, чтобы перелететь, какой-нибудь минимум такой, старайтесь, ну, если у вас притык-притык бюджет, сначала сэкономить, чтобы хотя бы дали ВНЖ, потом уже можно тратить. Еще сейчас такое начало приходить многим, нам пишут то, что у кого уже есть ВНЖ, там, типа, проверьте что-то электричество, нужно какие-то документы перепадать, в общем, как-то, наверное, немножко уже расточают, да, законы. Плюс там у кого-то там в ГЕОЧ что-то заехать, подтвердить свою личность, там кому-то приходит то, что еще что-то там приходит, в общем, и плюс еще ВНЖ очень многим не выдают, причем не выдают даже те, кто получает повторно, третий раз, там, два года живет, у кого-то есть отказы, кто и пять лет здесь живет, поэтому все, такая лотерея получается, сильно надеяться не стоит, вот к чему я это. Может, с ошибками просто документы какие-нибудь оформлены? Ну, не отказ бы, просто поменяли бы, попросили бы поменять, и все, они уже забирают документы, они уже правильно забирают, если забрали, потом, если что там требуют донести. На этом все, ждем всех в Антарии, в общем, ребят, на этом все, ждем всех в Антарии, пишите ваш, не знаю, там, идеальный город для жизни, мы уже, не знаю, столько везде переездили в своих мыслях, там, и на Бали побывали, и в Испании, и потом еще в США, в последнее время мы путешествуем по США, приезжаем туда, вот, так что пишите свой идеальный город, в Антарии, конечно, классно очень. Когда? Не знаю, сейчас уже холодно. Уже холодно, ну, нет, в принципе, сейчас днем вообще хорошо, это единственное, что... Ну, я уже и в кофте, и в штанах, кстати, удивительно такое феномен, допустим, вот сейчас 27 градусов, и все в штанах и в кофтах, потому что как-то, не знаю... Потому что ветер. То, что 27 градусов, это не 27 градусов, это как-то вот всегда так, в южных странах зимы, допустим, летом 27 градусов, это не то, что зимой 27 градусов, не знаю, как это получается, все, ладно. Подписки, комментарии обязательно ставьте, пишите, что поснимать, очень хочу снимать влоги, но у меня что-то в последнюю неделю, вы, наверное, заметили, что мы выпали немножко, вот, то спина, то дни рождения, то у Дениса, то у Моники, потому что скоро у кого-то будет день рождения. У кого же? У кого секрет, вот. Так очень хочется снимать, все показывать, я знаю, многие там сидят, грустят где-то в серых этих, ну, у кого уже осень. Че-то уже заговорилось, да? Все, пока. Все, пока. Пока. Пока.